всем всем доброго вечера выходили мы прямой эфир ну как вы поняли да сыны там вообще просто беда на трассе постоянно пропадает и где-то приходят заходят по приходят уходят поэтому отключились решили просто влог снять трасса пустая вообще классно никаких фур ничего мы уже просто все обогнали сейчас будем подъезжать и богдановичу буквально еще вот минутки 4 4 5 6 7 самое главное там приехали переезд мне нравится да если встанешь особенно на этом москве то это надо быть весь богданович главный иногда такая пробка вот прикиньте как кто-то постоянно сидит вот так усыплен дальнобойщики всякие и целыми днями вот такая картина ну кому-то нравится дороги машины кто-то любит мусора камеры треноги что-то мерцает через свет моргает моргает и кайки стоят и камера стоит теренога они там любят постоять вот как поворачивать на эту на перекрестке, да? ну либо около остановки, либо вот на пути на камеру на камеру знак знак зная да Нету, да? Нет. Айвенка кайфэ. Кайфэ. Кафе Айвенка. Кайфо. Кайфури. А вот эта медицина катастрофчик. Она какая-то убитая вообще. В хлам. У нас такая, около Покровки, такая новенькая, красивая, все так почищено. Тэнк есть один, скорые стоят, а тут какая-то развалина. Ни о чем. Обгон запрещен. Запрещен, ничего не говорю. Обгоняшки-запрещашки. Иногда вот так вот едешь по полю, хотел сказать, мимо поля. И там такая стадо-стадо косуль, такая. Такие красивые. Жопки беленькие, такие как Эдди Бэмби. Кстати, их даже сейчас, возможно, где-то увидеть можно. Убилась непрасивая. Смотри, столько места можно обгоняшки. А я не знаю, почему здесь обгон запрещен. Видимость хорошая. Но. Почему так? Все и видно, все просматривается. Что-то какую-то фигню придумали. Обгоняшки и запрещено. Все, можно. Можно? Видишь, что-то не сплошная. Ну, зато там колонна идет целая. Блин, опять знак. Вот как бороться с ними. Вон то ли дело в этом. В деревне. В Кремлевке, что ли. Знаки поставили. Они взяли зимой их на лопаты пустили. Все правильно. В хозяйстве все пригодится. Потом опять поставили плен. Думают, куда знаки-то деваются. Давай проверять, короче. Они полдеревни лопаты понаделали из знаков. Снег убирают, блин. А что, говорит, лопата дорого стоит, пластиковая. Она еще и ломается. А в деревне же снега много. Вот они один сделал и все, и поехали. Что, все у гуняшки, что ли? Тыгиш. Нет, это не озеро тыгиш. Это деревня. А вот, смотрите, фирма. Кстати, фирма действующая. Видите, сколько там сено. Сейчас, видимо, идет уборка или кормежка. Все ворота открыты. Кормежка, да. Дойка, дойка идет. Я даже представляю, какой там запах этого навоза, силоса. Блин, так классно. Вообще, мы недавно сама там там окна ставили. На ферме. А, ну, кстати, да. Вообще, я взошел, это прям целая ностальгия. Целый букет ностальгии. Букет, ага. Ну, куда ни взглянешь, везде. У-у-у. Да, помню, помню. Звук даже издалека услышал вот такой. Угадайте, что за звук. Тоже родной издалека его узнал этот звук. Вот так. Все мы когда-то в колхозах жили. В деревнях. На лето приезжали, помните, в деревню к бабушке. Или к родственникам. Я прям любил к бабушке в деревню приезжать на лето. А у них еще мотоцикл еж был. Они меня, помню, в люльке все катали, в магазин привозили. Раньше ведь не кульков. Кульков же не было. Как бы этих пакетов. Бумажки. Этот заворачивали. Помню, бабушка мне так вытащит. В мотоцикле я в люльке сижу, она мне. Еще. А-а-а. Ее ракаем такая. Похлопает по спине, поцелует. Я конфетки сижу ем. Как Вова такой же был. Худенький постоянно. Прыгал, скакал. Вот такие делы, рубятки. Были времена, а сейчас мгновение. А я помню, у меня у бабушки конфеты в сундуке были постоянно. А-а-а. И такой запах бабушкины конфеты, да? Да нет, не было никакого. В сундуке там всегда такой бабушкин запах. Да правда, не было никакого запаха. Не было? Просто на каждый вечер, ну не то, что каждый вечер мы садимся чай пить, она вытащит несколько конфеток, все съели, все. А я знала, что у нее там, вот эти конфеты в мешочке. А-а, ты лазила, да? Лазила, ну как-то замок как-то взламывал. Конфетки достать. Так конфеток хотелось. Конфетки-то еще стрёмные. Помните раньше эти карамель, снежок-то были? А-а-а. Белые такие, синие, это было бы этикетка. Так надо было конфет жрать прям вообще. Ну ворованные, да, они вкуснее. Конечно, ты что, это как яблоки в чужом суду. Вот, Богданович уже, вот это вот на лево дорога, это уже на сухой луг. Вот здесь начинается мост, после моста идет переезд. И вот если гребаный переезд закрыт, то это все. Здесь можно встать так на прилично. Надеюсь, сейчас открыто. Потому что время уже поджимает. Ну вроде движение есть. Надеюсь, хорошо. Да все нормально будет. Так что вот. А если бы сейчас вот у нас ферму поставили бы где-нибудь рядом с Шанхаем. У нас тоже деревня недалеко есть, вот Мазуля. Да даже в Кремлевке у этой. Какую-нибудь хорошую, богатую, не то что там нищенскую какую-нибудь ферму. А с хорошим оборудованием. Вот я вот сразу же пошел, вообще не задумываясь. Чего в пузыриху ты не едешь? Да, блин, в пузырихе, мне кажется, там вообще грязно. Чего там не грязно? Там как мимо не проедешь, постоянно воняет. Ну так это ферма, еще бы там не воняло. Не, ну как-то, блин, знаешь, некоторые фермы есть, проезжаешь и не пахнет. Видно, что ухоженное, видно. Вот даже мы сейчас куда ездили, там хоть запах есть, но видно, что там это, ну как-то, блин, хозяин есть. Рулит хозяин. Даже пластиковые окна заказали. Так что вот. Ну вот мы наконец-то заехали в Богданович Роготульке. Вот это и есть наш... Я помню, когда я был маленькой. У нас отчим, короче, здесь мать замужем, короче, была за другим. И мы сюда, он постоянно хвалился. Вот, будете хорошо учиться, поедем в Богданович. Хорошо, старались хорошо учиться. Как мы сныло. Но он все равно нас кинул. Гад. Деревня, помню еще, Кашино. Кашино поедем. Кашино. Ну, что-то раза два съездили. Блин, я вам скажу, вот съездить, короче, я хочу туда съездить. Там такая природа, там такая речка, там такие скалы, очень высокие. Ну, примерно как у нас. Ну, как сказать, расположение скал и камней как-то по-другому все. Надо съездить. Вот Кашино фотографии можно посмотреть в этом в Яндексе. Багдановичский район. Вот такие вот делали. А еще мы здесь, короче, это, наподряд, конкретно я со своей бригадой. У меня раньше строительная бригада своя была. Блин, как я реально мучился. Вот сейчас работаю без бригады вообще с Соматом вдвоем, да. Сомат вот в окнах шарит, мне как-то вообще легко. Раньше так все сложно было. Один напьется, не выйдет. Деньги раздашь, все. На следующее утро половина бухие. Короче, постоянно какие-то проблемы с этими работягами были. Вот сейчас не работаю с ними, знаете, и вот больше никогда не буду. Вот реально никогда вообще в жизни не буду. Нахер мне это вообще нужна? Какая-то ответственность. К чему я веду? Здесь мясокомбинат богдановический есть. И мы там, короче, я зашел, заключил договор на внутреннюю отделку. Там гипсокартон, плитка, еще что-то, что не помню. Но там много этих видов работ было. Вот они там тоже меня бесили. Короче, я половину этого всего сделал. Деньги забрал, все их распустил. И, по-моему, даже с ними не работал никогда. Потом я открыл себе киоск. Кстати, я хочу, знаешь, что этот киоск, короче, из дерева красиво обшить и продать. Мы уже об этом говорили. Ну, ты как думаешь? Мы уже об этом говорили. Я просто не помню, как ты это, что-то там говорила. Не знаю, мы будем, блядь, пять раз говорили. Конечно, да. Деревом обшить и продать его, да? Да. Храм во имя Святой Троицы, села Троицкая. Слушай, а что если где-нибудь на туре кебабницу поставить? Прямо не шаурмичную, а кебабницу. А чем она отличается от шаурмичной? Ну, шаурма, это, мне кажется, на сегодняшний день так невкусно звучит. Да? Тебе так не кажется? Вон туда же есть такая небольшая стела. А я люблю Богданович. Видите, красно-желтая. Вон она. Ладно, мы сейчас уже будем выезжать, буквально через пару минут. Отключимся. И включимся уже в камушевое. Все, давайте, оставайтесь с нами, рубятки. Конечна. Конечна.